Дорогие друзья, уважаемые дамы и господа, здравствуйте, 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 здравствуйте. С вами вновь канал Спорт, Наука и Искусство. Поляковский Владислав Тадыршевич. Вновь введем материал по теме достижения российской межсепинальной естественно-научной школы. Насколько вы все прекрасно помните, насколько вы все прекрасно знаете, в прошлом году мы начали читать своего рода YouTube лектории по достижениям российской межсепинальной естественно-научной школы в этом году, в 2024 году. Мы хотим Эверт лекторий продолжить и завершить. И если вы помните, все наши семь материалов, которые вышли в прошлом году, они имели одну удивительную особенность. В принципе, особенность это не удивительная, это характерно для исторической науки в целом. Сперва планируется что-то одно, потом получается это самое, что-то одно с определенными коррекциями, а потом вообще получается что-то совсем другое. А так и в нас в прошлом году тоже не обошлось без особых переигрывок. Ряд видеоматериалов были автоматически сдвинуты на лучшие времена. Такие лучшие времена, как нам хочется надеяться, наступим в 2024 году, уже наступившем. По лучшему случаю мы вас с наступлением этого года поздравляем. И сейчас, судя по настроениям, судя по темам, которые обсуждаются в кругах представителей естественно-научной междисциплинарной школы, там все больше и больше места начинает занимать искусственный интеллект. Ну и это вполне закономерно, так как такой вещь, как искусственный интеллект, со временем уделяется все больше и больше внимания. Вот мы сейчас и предлагаем вам видеоматериал в исполнении, в известной степени, шефа, автора этого видеоматериала, шефа вашего покурного слуги, заведующего кафедрой концептуального анализа и проектирования Московского физико-технического института, Захирджана Анваровича Кучкарова, по теме концептуального анализа и искусственного интеллекта. Итак, слово Захирджану Анваровичу. Добрый день, коллеги. Короткая фиксирующая речь, которая нуждается в подробном разговоре. Речь идет о том, вот о чем, что последние годы быстро появились и быстро расширяют свою зону новые направления. Это бигдейта, семантические сети, нейронные сети, искусственный интеллект и другие блокчейны. Возникает некоторое беспокойство, не является ли это каким-то переоткрытием или альтернативой, или заменой концептуальному проектированию, которому уже вот скоро 50 лет. Короткий ответ нет не является, подробный разбор нуждается в хороших статьях по каждому направлению, примерно таких, как мы написали в свое время о соотношении концептуального проектирования и методов оптимизации, концептуального проектирования и методов математического моделирования. Такие две статьи в нашем арсенале имеются, как констатирующие и как образцы. Значит, я не отрицаю, конечно, ни в коей мере научности, технологичности, масштабности, искусственного интеллекта или других перечисленных направлений. Достаточно сказать, что книжка по искусственному интеллекту, о чем я уже говорил, такой толщины страниц 800 примерно 20-летней давности. У меня есть на полочке оглавление этой монографии, занимает почти 20 страниц, одно только оглавление. Так что это серьезное направление, которое состоит из математики, из алгоритмов, прикладных применений и так далее. Но направлен ли искусственный интеллект на проектирование системы управления? Нет. Направлены ли технологии Big Data на экспликацию системы понятий? Нет. Имеется ли в этих направлениях операция полагания? Нет. Имеется ли операция синтеза, во-первых, математической экспликации систем понятий, систем понятий, дедуктивно построенных на исходных аксиомах? Имеется ли операция синтеза понятий? Имеется ли операция математической записи и экспликации по визводным понятиям? Нет. Нет и нет. Имеется ли возможность перейти от концептуальной схемы к выбору объекта управления и к синтезу системы управления, к развертыванию функций этой системы, исходя из формальной модели? Нет. И ключевая вещь это сущность, полагание взамен сложившихся систем, наслоенных, слежавшихся и так далее, как я говорил, постулирования новой сущности, нового определения интересующей сферы деятельности предметной области и проектирования всего комплекса систем. Комплексы регулирующих документов правовых и комплексы управленческих документов, стратегических документов, стратегического планирования самих стратегий и так далее. Мы располагаем сшитой в разной степени жесткости сквозной линии концептуального проектирования и беспокойство по поводу того, что что-то такое возникло в сфере распределенных реестров. Возможности следить тщательно за развитием этих направлений у нас немного, но повторюсь, что с каждым направлением, с таким направлением, соотнесение с каждым таким направлением, заслуживает отдельной проработки и отдельной такой фиксирующей, яркой, констатирующей публикации. Как говорят юристы в договорах обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажору, так я называю такие статьи, публикации, статьи непреодолимой силы. Статьи непреодолимой силы, исчерпывающим образом оставляющие все точки над «и» и не допускающие дискуссии, не предполагающие дискуссии, опровержения и так далее. Так что, надеюсь, в новом году мы такие статьи непреодолимой силой получим, разработаем, получим и, может быть, даже опубликуем. Развертывание моего заявления – это отдельная, отдельная, большая, наверное, сессия или лекция. Я приглашаю специалистов в этих направлениях войти в круг такой сессионной, дискуссионной проработки. И, естественно, не как мальчикам для битья, а как полноценных, компетентных представителей, знатоков этих направлений, авторитетных в этих направлениях людей. Так что мы могли это соотношение произвести, как говорится, серьезно, без скидок и без замалчивания. Спасибо за внимание. Спасибо.